коллеги всем добрый день сегодня воскресенье 29 ноября решил записать для вас сегодня видеоролик по биткоину давно этого не было вот но уже уже собственно говоря пора случилась коррекция которая в последний раз была в сентябре месяца появилась дневная фибоначчи поэтому покажу сегодня все по стратегии 8 120 это трендовые линии фибоначчи естественно зона дисбаланса и очень интересную графику покажу еще который строил летом этого года поэтому посмотрите видео от начала до конца можете включить ускоренный режим 1.50 1.25 кому как удобно последний видео обзор по биткоину я записывал 17 ноября после этого начали отрабатывать цели которые я определял по эфиру по лайткоину естественно ripple 78 центов естественно стеллар 17 21 цент и очень важный видеоролик по альткоином по альтсезону если у вас есть хоть малейшие вопросы а то потому как когда лучше там переводить юсд и юсд т в альткоины и наоборот когда лучше фиксировать прибыль обязательно посмотрите этот видеоролик вот и давайте приступим ну и конечно же в конце этого видео мы разыграем доступ закрыт канал 50 долларов уже определим победителя точнее к видеоролику об альтсезоне и в этом видеоролике тоже будет розыгрыш пока не забыл скажу условия это подписка на youtube канал трейдер 80 на 20 любой комментарий к этому видеоролику который вы сейчас смотрите и конечно же подпишитесь на телеграм-канал трейдер 80 на 20 в описании к этому видео есть активная актуальная ссылка здесь все обновления уточнения добавления в текстом формате я озвучиваю свои мысли такие как и допустим по биткоину это было 23 ноября о том что нет точек входа не в short не в long тогда инструмент стоил получается около 8 18 с половиной тысяч долларов да вот ну кому-то этот пост тоже помог не влезть так сказать какую-то непонятную позицию мы сегодня про это естественно поговорим в общем участвуйте в конкурсе 50 долларов либо доступ закрытый канал давайте дальше ну что ж давайте начнем от простого к сложному это зон дисбаланса мы виде увидели с вами коррекцию до коррекция состоялась 26 ноября последний раз коррекция состоялась в сентябре месяце я надеюсь никто не удивился данному снижению данному падению и никто не заходил опять же повторяюсь какие-то непонятные позиции просто позиция ради позиции допустим вот стопы собрали локальные как это было опять же повторяю сентябре да вот они повышающие слои здесь были повышающие слои не было никаких коррекций вот повышающиеся минимум нет никаких коррекций нет коррекций нет коррекций вот коррекции и последняя коррекция была в сентябре месяце да то есть у нас тоже повышаются минимумы здесь все кому не лень заходит в bitcoin ставят стоп лоссы их всех собирают инструмент консолидируется здесь дает возможность закрыть шарты о чем мы ранее говорили да и рынок улетает наверх тогда я высказал ну некоторое сожалению о том что не покупал bitcoin хотя можно это было сделать даже относительно моих ранних мыслей да вот и не забрал движение там порядка 80 процентов но тем не менее был перевод некоторые части usd и usdt в альткоины доминация битка начала увеличиваться даже был момент связанный с просадками но как я уже сказал и надеюсь вы остались довольны многие цели были достигнуты по альткоинам то есть небольшой скачок всплеск капитализации альткоинов и дамп доминация битка он произошел опять же посмотрите обязательно видеоролик по альтсезону вот сейчас мы видим с вами снижение 23 ноября я выложил пост о том что ну тогда цена была 18 500 до том что я не вижу никаких точек входа ни в шорт ни в лонг ну опять же в шорт если вы не зашли вы не потеряли потому что bitcoin с того момента ушел еще на 19 500 и тогда уже произошел тот самый обвал зоны я вам выделял заранее то есть зеленый темный квадрат это близи семнадцати тысяч ну по большей части h4 h1 зоны дисбаланса зоны покупателей и выложил h4 блок спроса либо d1 да можно и на дневке его увидеть нет на 4h на дневке можно определить но я на 4h h1 сделал это зона с верхней границы примерно 16 300 то есть по итогу мы получили с вами небольшое движение вверх и соответственно дамп вот но откровенно говоря да не было долгое время коррекции просто покупать bitcoin в районе 18 500 я думаю нужно быть очень странным человеком чтобы не купить его за 10 до потом 18 500 цена и такой блин пора уже купить bitcoin под хай ну под хай я имею виду под исторический хай почему бы этого не сделать сейчас но естественно нет поэтому сейчас конечно важнее интереснее и куда прибыльнее наблюдать и было ранее покупать альткоины опять же прибыль по битку 86 процентов там прибыль по стеллару по ripple исходя из закрытых сделок закрытом канале вы все сами видели до 130 140 процентов но и лайткоин там была сделка закрыта на 42 процента в любом случае это вышло намного больше чем показал bitcoin поэтому в целом я не жалею о том что не покупал bitcoin за 10 сразу скажу я не собираюсь покупать его с текущих цен не собиралась покупать его за 18 500 в целом были мысли покупать его когда опять же он будет в районе там тех же 17 16 тысяч долларов исходя из того что написал 23 ноября до впасти о том что можно тогда приглядеться к чему-либо вот но на дневке у нас не очень хорошо закрылась дневная свеча хотя и не ловил bitcoin да там с какими-то стопами не стал не стал дорого все равно вот и сейчас мы видим с вами отработку данной зоны вот мы кольнули до соответственно более мелком таймфрейме отсюда уходим наверх и вчера получается телеграм-канале я выложил зону ближайшую локальную сопротивление это нижняя граница 17 600 мы до этой нижней границы отбившись от 4 hd1 до от 4 аж блока ушли постояли объем на продажу появились но сейчас мы эту зону выносим пока что наверх а в целом до оптимистично для дальнейшего роста если будем здесь видеть про торговку уже вот с подобными сквизами сейчас приближу график чтобы у вас было понимание как это выглядит когда пробивается зона дисбаланса зона продавца идет вынос и уже обычаи свечки сверху вниз да то есть данная зона уже отрабатывает как поддержка до при такой ситуации конечно флэш желательно подольше посмотреть но увидеть да там порядка ну как сказать естественно до понедельника для того чтобы мы здесь стояли и не проваливались ниже если проваливаемся ниже 17 700 вот этой зоны продавца но я считаю что тогда мы можем замахнуться на дальнейшее снижение с потенциалом закрепа ниже 16 500 долларов отсюда мы можем в принципе уйти уже вниз там ниже 15 там 14 тысяч то есть 14-15 тысяч долларов где биткоин уже станет наиболее интересен для моего капитала для моего депозита да и возможно опять же я предприму некоторые шаги по увеличению депозита в альткоинах но опять же на мой взгляд вот прям сию секунду лучше дождаться понедельника и не прыгать опять же в какую-то прям сделку непонятную к открытию всех сессий а ну смотрите я перешел на d1 график да в целом я уже ранее обманывался о том что здесь можно было в принципе дневку таким образом построить до дневной блок спроса но он получается такой довольно широкий с верхней границы 16 500 нижней границы 15 600 почти 1000 долларов диапазон но тем не менее при такой волатильности при таком росте ну меньше диапазонов вы и не и не увидите по большей части диапазон ниже есть только я бы отметил значимой только уже в районе 14 с половиной округляя выше 15 тысяч долларов вот при этих отметках при тесте там 13 500 14 тысяч долларов я уже более серьезно обращу внимание на bitcoin возможно переведу часть альткоина в bitcoin либо часть usdt в биток но буду смотреть уже по ситуации конечно факт закрытия дневки поглощением всего этого роста не внушает прям такого прям оптимизма для дальнейшего роста но тем не менее если мы с вами посмотрим на прошлую коррекцию это было сентябре месяца вот здесь тоже было поглощение всего этого роста до который происходил там с 28 июля по 17 августа почти месяц вот этого роста здесь было поглощение вот здесь была коррекция точка входа в short который я не стал шарти до соответственно набрали шартистов и рынок развернулся наверх до были тоже объемы конечно не такие как сейчас но опять же брать во внимание объем и говорить что вот мы на хаях есть объем поэтому пора шортить я считаю что это не не совсем разумно и тем более для меня да давайте дальше так плавно переходим с вами bitcoin usd bitfinex актуальную дневную фибоначчи вы видите на своих экранах прошлая дневка фибоначчи она уже отработала цель как в принципе и тот же эфир до дневка по битку вот новая которую вы сейчас видите появилась закрытием свечки от 27 ноября то есть пятничные свечи ну и что мы видим с вами на экранах есть видим импульсное движение видим с вами коррекцию до линии 61.8 чуть-чуть ее пробили попали зоны 78.6 и также сейчас от этой зоны мы отбились а то есть в целом вот то что сейчас происходит практически практически один в один как это было тогда только единственно я сейчас не буду терять временно возвращать вот фибоначчи на это движение да вот здесь была коррекция скажу просто вот в это место 61.8 с проколами но не закреплялись ниже 61.8 то есть сугубо d1 сугубо фибоначчи если брать то есть ну прям такого откровенного сигнала в шорт я не вижу было бы движение вниз или если бы мы здесь закреплялись если бы здесь сейчас пролились бы и закрывались ниже 16 600 хотя бы одну две три дневки закрыли бы ниже дата на коррекции в принципе здесь можно было бы даже рассмотреть шорт в район 14 тысяч долларов в район 12 500 где у нас есть трендовые линии это историческая трендовая линия коричневая да которая идет еще из семнадцатого года вот и ну и соответственно вот эта локальная трендовая которая идет с марта двадцатого года и по текущей хаи она относится к этому восходящему тренду то есть коллеги d1 график фибоначчи абсолютно похожая картина как это было здесь только единственное отскок отсюда произошел мгновенный здесь мы стояли какое-то время а здесь произошел отскок мгновенно то есть вот оно одно единственное отличие от той ситуации ну понятное дело здесь были еще трендовые линии которые влияли на движение цены там можно было там спокойно проследить да когда трендовая линия выступала сопротивлением поддержкой 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 сопротивлением и так далее то есть на данный момент тут ничего нет кроме уровня фибоначчи да и собственно говоря какого-то каких-то границ жадности да а в целом моменте если смотреть на фибу d1 и говорить о закреплении я считаю что если двадцать три шесть пробьем 18 400 до пробьем и закрепимся выше желательно конечно видите это закрепление все-таки не сегодня а в понедельник если будем закрепляться выше 18 400 долларов дальше следующая цель 19 500 протестировать последний импульс на движение которое состоялось 25 ноября и тогда можем достигнуть цель цель по этой фибоначчи согласно импульс такой коррекции до в зоне 786 это 20 тысяч 300 даже 20 200 я бы сказал с потенциалом с очень серьезным потенциалом я не считаю что он прям моменте отработает я имею вот таким образом да вот так может отсюда увидим даже дам какую-то коррекцию но с потенциалом на 22 тысячи долларов опять же округлять лучше вниз то есть 22 300 лучше 22 тысячи долларов взять как итог ну то есть 23 6 если выходим 18 400 закрепляемся потому что это по большей части очень бычий уровень если медведи отдают этот уровень до соответственно быки его забирают да если таким языком выражаться то соответственно дальше цель я считаю что может быть достигнут но еще обращаем внимание на этот пик на этот хай на последнее импульсное движение вот в любом случае 20 300 что 19 500 что 22 тысячи 374 я не рекомендую никому набирать шорт лесенкой шортить от этих зон даже если вы угадаете в моменте вы можете один раз угадать в году или там в полгода до по шорту если вы с марта шортить и скорее всего вас либо к сожалению ликвидировала до либо в этом на стопах очень много потеряли денежных средств сейчас приоритет в любом случае восходящий тренд в любом случае восходящий поэтому нежелательно плевать против рынка нежелательно заходить шорт только потому что у нас цена торгуется вблизи хайов это на мой взгляд глупость просто потому что мы на исторических а ях это не может такой аргумент не может быть основным для вашей точки входа в шорт для точки входа в шорт должно должно быть как ну как минимум 3-4 аргумента да то есть 3-4 условия 3-4 пунктика согласно вашей торговой стратегии это мое личное мнение вот а так если есть эти 3-4 пунктика вы можете поставить напротив не галочку то само собой заходить абсолютно в любой трейд и не жалейте ни о чем если сработает стоп-лосс это не ваша ошибка это и издержки это затраты на на ваш бизнес да то есть трейдинг это работа тоже работа тоже бизнес давайте дальше ну дальше я бы не сказал что мне есть многое что добавить я хотел бы показать вам один соответственно график который еще в шестнадцатом году ой в шестнадцатом году в летом этого года вам уже показывал по трендам хотелось бы еще пару слов добавить конечно вот если говорить о о панике о какой-то панике да сейчас пик эйфории сейчас нет паники даже вот это снижение которое произошло это не паника да то есть это это вот просто самая локальная самое что ни на есть слабая коррекция со сбором локальных стопов которые я вам показал моментом ранее но если говорить о какой-то хорошей серьезной панике хорошим серьезным ценам по битку ну и мне хотелось бы да не факт что так будет увидеть биток у трендовых линий у восходящей трендовой линии который идет с марта двадцатого года да вот отсюда ну примерно вот такое движение со снижением в эту область возможно с проколами доисторической то есть район двенадцати район тринадцати пятиста на условиях этого дампа как я уже сказал и отмечал неоднократно график доминации битка это будет вторая волна паники на альткоинах ребят еще раз либо перед этим видео обзором который вы сейчас смотрите либо после обязательно уделите время на вот этот видеоролик аль сезон все самое важное да и в дополнение я могу сказать на снижение битка может тоже расти доминация битка бы это ну я думаю прекрасно понимаете да на снижение битка не всегда то есть доминация битка падает доминация битка может расти на снижение битка на снижениях альткоинов когда альткоины сыпется еще сильнее чем биткоин да соответственно доминация битка растет вот поэтому в рамках опять же коррекция но это будет за 70 я считаю не факт что за 70 дадут и еще если добавлять пару слов к ролику про аль сезон ребят далеко не факт что за 70 дадут но в зонах интереса для фиксации прибыли альткоинов необходимо рассмотреть фиксацию прибыли альткоинов часть оставлять в альткоинах часть фиксирует то что вам дало много-много процентов то есть посыл какой был видеоролики по аль сезону конечно же уместно фиксировать конечно же уместно фиксировать если что-то не дало допустим там и tc эфир классик еще топчется на одном и том же месте то есть ну не обязательно вылетать просто с текущих цен только потому что есть риск на то что доминация битка пойдет выше конечно же нет вот часть в альткоинах часть в usd и usdt нормальная часть то есть но процентов 50 40 у кого когда вот и соответственно фиксация прибыли по альткоинам чтобы вы зарабатывали деньги они просто хранили эти монеты на кошельках и не чувствовали кэш это посыл в двух словах того видеоролика но все равно опять же обязательно его посмотрите по доминации сказал давайте ладно если есть вопросы переходите в комментарии оставляйте этот вопрос так сейчас покажу график который строил еще 17 июля просто как наблюдение да то есть не для того чтобы сказать вот я же говорю просто как наблюдение от 17 июля очень интересная тогда была тема очень мало тогда было просмотров 2600 всего да глобальное дешево дорого но тогда я говорил почему мы можем ребят моменте остаться с вами без биткоины потому что ну сколько можно давать это самое дешево очень дешево давали там получается в район 4 5000 долларов в 19 году там в конце но в 19 году да это очень дешево давали на пике марта это очень дешево было еще до булрана то есть три раза да и соответственно ну сколько можно если четвертый раз дадут нам снова дешево закупиться биткоином, там, в районе 4-6 долларов будет странно, поэтому я отметил зоны дорого, очень дорого, ну, куда мы дойдем, да, зоны сместятся, дорого, очень дорого, дорого и очень дорого еще выше. Так, ну, давайте вот эти зоны я уже перестроил, да, таким образом, что очень дешево станет уже в районе 7-8 тысяч долларов, дешево станет в районе 10, обратите внимание, там, 11-12 тысяч долларов, да, и, соответственно, очень дорого станет в районе 20 тысяч долларов, ну, и, соответственно, такое вангование у меня, по большей части, случилось тогда еще 17 июля. Давайте я этот график вам сейчас покажу, вот, соответственно, этот график, то есть мы видим с вами, ну, практически идеально, идеально мы прошлись по этой идее, то есть мы действительно дошли до диапазона очень дорого, вот он диапазон, кальнули этот диапазон очень дорого и откатились в диапазон дорого. Диапазон дорого идет от закрытия свечей января 2018 года, да, соответственно, мы дошли до этой зоны и сейчас пока что отбились. То есть получилось так, вот получилось то, что действительно без биткоина остались, да, то есть действительно не дали снова закупиться всем, кто этого хотел, желал увидеть биткоин снова по 4-5 тысяч долларов, либо там по 2 тысячи долларов, соответственно, биткоин достиг целевую зону очень дорого. Сейчас, конечно, в моменте у меня была мысль о том, что следующие цены дешево, очень дешево сместятся также выше, то есть мы с вами попадаем на диапазон там 11-11,5 тысяч долларов, то что это будет очень дешево. Но опять же посмотрим, да, если коррекция по биткоину продолжится вплоть до трендовых линий, как раз таки плюс-минус вот биткоин вот здесь окажется. И очень дешево это уже какой-то форс-мажор, это верхняя граница район 8 тысяч долларов, то есть к идее о том, что 4-5-6 тысяч долларов больше не дадут вообще, ну, по крайней мере, там в течение пару-тройку лет. Посмотрим, посмотрим, отыграет ли полностью вот этот сценарий со снижением обратно в диапазон дешево, если такое произойдет, но, конечно, я считаю, что необходимо будет пользоваться случаем и откупать биткоин, потому что, ну, 4-5 раз подряд давать 4-5 тысяч долларов за биткоин, я считаю, что не будут. Ладно, давайте закроем эту тему. Я показал то, что было ранее, да, то есть 17 июля. Показал о том, что это, ну, можно сказать, идеально отработало. Это не прогноз, это не план, это просто на все было такое вангование, да, как на уровне просто идеи. Вот, ну, интересно, что будет дальше. Давайте далее. Вот, а далее мы разыграем доступ в закрытый канал на 2 месяца, уже определим победителя. Видеоролик Альткоина «Сливать, покупать или ждать», который я рекомендую и сейчас посмотреть. Я взял ссылку на это видео. Вот рандомайзер Uncle Group, который все знают в Google, можете легко найти. 638 комментариев, просто сумасшедшее количество комментов. Ну и давайте определим победителя. Владимир Марцун. Так, сейчас Альта начнет падать или расти. Владимир, пожалуйста, смотри внимательно мои видеобзоры. Будет Альта падать или расти? Ну, как бы вопрос, на мой взгляд, от невнимательности. Вот, смотри видеобзоры, если только-только присоединился, тебе в будущем станет все понятно. Ну и в моменте, опять же, обращаю внимание, пожалуйста, на мое пожелание смотреть видеоролики от начала до конца, никуда не торопиться. Ты победил, ты забираешь либо 50 долларов, либо доступ в закрытый канал. Тебе нужно написать мне в личное сообщение, мой профиль есть в описании моего телеграм-канала. Мой телеграм-канал Trader820. Коллеги, обязательно на него подключайтесь. Тут будут все обновления, да? Он есть в описании к этому видео. И участвуйте в новом розыгрыше 50 долларов, либо доступ в закрытый канал. Оставляйте комментарии к этому видеоролику. Подписывайтесь на YouTube-канал Trader820. И подпишитесь на канал Trader820 в Telegram. Ссылка будет в описании. Спасибо за внимание. Успехов, здоровья. Счастливо. Счастливо.